Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Страница 17», и я ее ведущая Юлия Стаферова. Настоящая литература начинается там, где происходит открытие. Открытие не только для читателя, но и для писателя. Все библиотеки Ленинского округа с течением времени приобретают новый формат. В настоящее время их называют модельными. Это новая концепция, которую реализовали по всей России в рамках национального проекта «Культура». Что же такое модельная библиотека? На этот вопрос ответила заведующая Центральной библиотекой округа. Модельная библиотека – это та, в которой комфортно, в которой здорово. Классные интерьеры, светлые, очень много оборудования, то есть очень много возможностей. Можно и посидеть за компьютером, да, мы закупили много компьютеров, можно попеть в караоке, можно снять помещение, я имею в виду с фото- и видеооборудованием, то есть снять какой-то ролик для себя, или, может быть, в поздравительной роли, или поучаствовать в каком-то конкурсе. В общем, очень много разных возможностей открывает себе модельная библиотека. То есть это такое современное пространство, которое напичкано, если можно так сказать, да, разными современными гаджетами, современным оборудованием. В современном ритме жизни мы начинаем забывать о том, с чего все начиналось. Например, история Центральной районной библиотеки Ленинского берет свое начало 1 августа 1953 года во временном поселке в промышленной зоне Московского коксогазового завода. Ее разместили в двухэтажном доме старинной постройки на территории бывшей усадьбы московского купца Первой гильдии Ивана Гаврилова. Четверть века Центральная районная библиотека находилась в Чеховском доме, который год от года ветшал и требовал капитального ремонта. Капитального ремонта требовали и многие библиотеки на селе. Но и в этих непростых условиях коллектив библиотеки продолжал успешно работать. Чеховский дом стал центром всех массовых библиотек района. Их в то время было уже более 30. Разрастался постоянный поселок Видное, куда переселились жители из заводской промзоны. Наряду с другими вопросами встал вопрос и о новом помещении для Центральной районной библиотеки. В 1979 году в исполнении постановления ЦК КПСС о централизации сети государственных массовых библиотек в Ленинском районе решением исполкома Горсовета состоялось объединение всех библиотек в единую библиотечную систему. Этим же решением исполком Горсовета обязал Московский коксогазовый завод ввести в эксплуатацию новое помещение для районной библиотеки. И вот в 1980 году в доме номер 24 по Заводской улице начала функционировать городская библиотека. Помещение было построено по типовому проекту. В этом году библиотеке исполнилось 70 лет. Для того, чтобы поздравить учреждение, сотрудники устроили торжественное мероприятие с развлекательной программой. Мы встречаем гостей и создаем им прекрасное настроение и праздничную атмосферу. А если поймать эту рыбку, то можно загадать желание. И оно обязательно исполняется. Причем это проверено. Исполняется. Это правда. На торжество пригласили коллег из библиотек Московской области. Очень рады за коллег. Поздравляем их от всей души, что библиотеке исполнилось 70 лет. Но помимо этого она еще стала модельной библиотекой. Поэтому мы приехали посмотреть. Представители администрации округа поздравили учреждение с юбилеем. А также выразили слова благодарности сотрудникам библиотеки. Подготовленные концертные номера порадовали зрителей и создали праздничную атмосферу. ПЕСНЯ Центральная библиотека часто предоставляет свой зал для проведения тематических мероприятий. Ко дню матери здесь провели детский утренник, который организовали родители учеников и сотрудники Видновского детского центра дополнительного образования. Специально для этого праздника дети подготовили развлекательные выступления. ПЕСНЯ 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 всех наших родителей всех детей вот и интересно будем проводить сегодня время можете тоже с нами посмотреть поучаствовать в чем заключается программа программа заключается дети готовили сценки песни из потом у нас будет такой фуршет родители принесли разные вкусняшки мы приготовили сок и будем вот праздновать день мамы чтобы детки могли как можно чаще и конечно они встречаются с мамами и с папами в основном вечерами а тут хочется именно чтобы они два часа такого замечательного времени провели вместе позитивно пообщались я думаю будет очень трогательно мамочки наверно даже сплакнут потому что такие есть и песни у нас и сценки они все касаются жизни взаимодействия детей и матерей поэтому будет очень интересно теперь библиотека стала настоящим информационно культурным центром где с удовольствием проводят время дети и взрослые библиотеки живые места которые помогают знакомиться с различными сферами знаний художественным наследием и современной культурой через выставки лекции дискуссии концерты театральные представления кружки и мастерские на этом наш выпуск заканчивается с вами была юлия стаферова увидимся в следующей программе страница 17 до новых встреч в следующей программе страница 17 до новых встреч